Я помогу вам по хозяйству и постараюсь говориться с вашими сыновьями. Она спрятала его в старый сундук, который стоял у нее в подвале. Потом старуха начала стрепать обед для своих сыновей. В трех дырявых бочках вместо кастрюли она сварила суп. Не знаю, что им дать на второе, сказала она. У меня есть только три барашка, а этого мало. Ну, бабушка, об этом не беспокойтесь, ответил Фанш, вылезая из сундука. Он расстелил на столе свою скатерть и сказал, скатерть-самобранка, добрая служанка, Подай мне три жареных быков и три бочонка вина. И сейчас же на скатерти появились жареные быки и бочонки свинов. Спустя минуту в трубе что-то загудело, словно ухала слова, сова, которой холодно. Вот идет мой младший сын, сказала старуха, скорее прячься в сундук. И сразу же по трубе спустился младший сын старухи и закричал, Я очень голоден, мать, я очень голоден. Хорошо, садись ближе к очагу, дожидайся, братья, вы не шуми так. Он уселся на табуретке возле очага, но тот же же закричал, Здесь пахнет человеком, мать, я хочу его съесть. Что ж, ты можешь съесть своего двоюродного брата, Который пришел навестить меня и принес каждому из вас пожаренному быку. Не видишь ли жаркого, что ли? Затем старуха велела Фаншу вылез из сундука, И он очень скоро подружился со своим двоюродным братом. Надо это вставить. Земля по одному из катаклизмов реально оскудила, И трудно всем было с пропитанием, например, Да и вообще жизнью в быстро меняющейся атмосфере Земли. Впрочем, способность видеть элементарии и общаться с ними Сохранилась еще у некоторых шаманов и колдунов. Но весьма скудная и поверхностная, Не научная, скажем, Бродящая по поверхности знания, Без погружения в его глубины и недра. Мы тут упритебили термин «научный» – это не просто пустой звук, Потому что все действительно тогда было научно, В том числе и магия, друзья. Остановимся. Уф! Вот таковы события. Летят невероятным ходом. Так же и о братьях-великанах речь должна идти. И таких их представляют людоедами и так далее. Но это был, было, друзья, Период вырождения наших создателей и покровителей. Что ж, да, был такой период, Когда основная часть наших покровителей Выродилась и действовала во вред людям, То есть во вред созданным существам. Впрочем, не все так просто. Спустя немного времени В трубе опять что-то загудело и завыло. Второй сын старухи, второй ветер, Спустился по трубе и, увидя фанша, закричал, «Человек, я его сейчас съем!» «Хотела бы я посмотреть, как ты его съешь», Сказала старуха. «Он твой двоюродный брат Пришел навестить меня И принес каждому из вас пожаренному быку. Садись к очагу, доведи себя хорошо, Не то берегись моей палки!» Ветер сел на табуретку очага Напротив брата и больше не сказал ни слова. Через минуту... Через минуту снова послышался оглушительный шум. Вокруг лачуги трещали и разлетались в щепки деревья. Фаншу стало страшно. «Вот и мой старший сын идет», — сказала старуха. Третий ветер спустился по трубе и разметал весь огонь в очаге. Он кричал, «Я голоден, мать, я очень голоден!» «Успокойся, замолчи, ужин готов!» Тут он заметил Фанша, крикнул, «Человек!» И хотел было уже броситься на него и проглотить. Но старуха схватила молоденький ствол вяза, Который она заранее принесла из сада И начала изо всех сил колотить сына. «Ты что же, хочешь съесть своего двоюродного брата, Сына моей сестры, милого мальчика, Который пришел навестить меня И принес каждому из вас по быку и по бочонку вина? И ты думаешь, что я тебе это позволю?» Она, не жалея, лупила его, а ветер кричал, «Потише, потише, мать, не бейте так сильно! Я не трону нашего двоюродного брата, Раз он принес каждому из нас по быку и бочонку вина!» Тогда старуха перестала его колотить и все сели за стол. Но они были так прожорливы, особенно старший ветер, Что Фаншу пришлось три раза звать на помощь в свою скатерть. Наконец, когда ветры насытились, А случилось это не скоро, Они все сели возле очага и повели разговор, Как старые друзья. Богатая фантазия имеет одни и те же корни И различается лишь оформлением, Окрашенным в этнографические одежды. Ветры гуляют во всех сказках, Во многих сказках различных народов И в различных уголках земли. И неудивительно, Эти элементарии одни из наиболее активных взаимодействий. Не правда ли, друзья? Бесспорно, и палочка перемещающая мгновенно на столье, И скатерть самобанка, Все это иносказательно технологии прошлого, Потерянные ныне. Разбор их найдете, например, У многих интересных исследователей нашего прошлого. Так, как у Виктора Максименкова. Очень советую. Мы тут повторяться не будем. И всем интересующим советуем обратиться на его канал в Ютубе. Есть и другие, но рекламу давать им не будем. Ищите и обрящите, как говорится. По временем спокойный и мирный разговор, Насытившийся братья Ветров за Фанцем продолжался. Куда ты направляешься, братец, спросил у Фанца младший ветер. Я ищу принцессу Троюль. Не знаешь ли ты, где она? Нет, не знаю. Я даже никогда не слышал о ней. А ты, братец, спросил Фанц у среднего ветра. Я о ней слышал, но не знаю, где она живет. А ты, старший братец, спросил Фанц у старшего ветра. Я знаю, потому что я только сейчас оттуда вернулся и завтра полечу туда снова. Возьми меня с собою. Возьму, если только ты сможешь угнаться за мной. Ну, а теперь пора спать. Завтра нам предстоит долгий путь. На следующее утро две приучались кто куда. Следуй за мной, если сможешь, сказал старший ветер Фанцу. И он полетел. Фанц за ним вдогонку. И, ну, ударять об землю белой палочкой, которая при каждом ударе переносила его на столье. Когда старший ветер оглянулся, чтобы посмотреть, где остался Фанц, он, к своему великому удивлению, видел, что тот следует за ним по пятам. Они долетели до берега моря. Я не смогу лететь дальше, если ты не посадишь меня к себе на спину, сказал тогда Фанч старшему ветру. Я охотно возьму тебя на спину, если ты станешь кормить меня всякий раз, как я проголодаюсь. Ладно, будешь есть до отвала. Фанч сел на спину старшему ветру, и они полетели. Каждую минуту ветер просил есть, но у Фанча была скатер-самабранка, и он не скупился на угощение. Они летели, летели. Наконец показался замок принцессы Тройль. Ветер опустил Фанча во дворе. Фанч достал три платка принцессы, белый, серый и черный, привязал их к своей палке, а потом вбил ее в самую середину двора. Вскоре мимо Фанча прошла принцесса под руку с владельцем замка. Они шли в церковь венчаться. Принцесса увидела Фанча, узнала платки и сказала своей служанке, поедите и спросите того человека, сколько он хочет за один платок. Служанка тут же подошла к Фанчу. «Моя госпожа спрашивает, сколько вы хотите за один платок?» – спросила служанка. «Скажите вашей госпоже, что ее не хватит денег, чтобы купить этот платок». Служанка вернулась своей госпоже. «Что он вам сказал?» «Он сказал мне, что у вас не хватит денег, чтобы купить этот платок». Услышав такой ответ, принцесса притворилась, будто у нее болит голова. И свадьбу отложили до следующего дня. Заметьте, друзья, если у женщины болит голова, у вашей женщины плохи ваши дела, друзья. Ну, потом, значит, так. Наутро она отправила служанку к Фанше узнать, сколько он хочет за два платка. «Скажите вашей госпоже, – снова ответил Фанш, – что у нее не хватит денег даже на один платок». Служанка вернулась с этим ответом к своей госпоже. «Тогда пойдите к нему и скажите, чтобы он пришел поговорить со мной». Служанка пошла к Фаншу и сказала ему, «Моя госпожа просит вас зайти к ней, ей нужно поговорить с вами. Скажите вашей госпоже, что если ей нужно поговорить со мной, пусть она сама ко мне и приходит». Тогда принцесса пошла к Фаншу сама. «Пойдемте со мной на минутку в мою комнату», – сказала она ему. Фанш пошел за ней в ее комнату, и там они бросились друг к другу в объятия, плача от радости. Затем принцесса велела служанке пойти к владельцу замка и сказать ему, что она все еще нездорова и просит его отложить свадьбу до следующего дня. Однако она добавила при этом, что раз уж все гости съехались, свадебный пир можно устроить тотчас же. Так и было сделано. Пир вышел на славу. Под конец все до того развеселились, что начали рассказывать забавные истории. Стали просить и принцессу рассказать что-нибудь. Тогда она поднялась с места и сказала, «У меня была маленькая шкатулка с красивым золотым ключиком. Я потеряла его и велела сделать новый. Но потом я нашла старый ключ, и вот теперь я не знаю, что делать. И спрашиваю вас, какой ключ предпочесть, старый или новый?» «Я бы предпочел старый», – ответил владелец замка. «Вот и я так думаю», – сказала принцесса. «Сейчас покажу вам старый ключ». Она встала из-за стола, вышла в соседнюю комнату и сейчас же вернулась об руку с Фаншем, который был одет как принц. Потом она обратилась к хозяину и ко всем гостям. «Вот он. Я выбрала его с самого начала, и супругом моим будет он и никто другой». На следующий день они отпраздновали свадьбу, и в их честь был устроен такой пир, какого я, как говорит автор сказа, и во сне не видывал. И они остались жить в этом прекрасном замке, потому что владелец его сразу же, как сквозь землю, провалился, и никто никогда не узнал, что с ним сталось. Самое главное, друзья, что владелец замка, претендующий на руку и сердце принцессы Троэль, после объявления Фанша, мгновенно исчез, как сквозь землю провалился, и никто никогда не узнал, что с ним сталось. А вы как думаете, друзья, кем он был или чем? Для чего в наши жизни что-то или кто-то входит, казалось бы, навсегда, а затем исчезают, как будто их никогда не было? Для чего этот мир так устроен? Вероятно, для того и потому, что мы и есть тот мир, в котором воплощены, и все в нем происходит так, как нам необходимо для наших целей и устремлений. А вы как считаете, друзья? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok